Жены мобилизованных встретились с одним из кандидатов в президенты. Что же им пообещали и когда встреча с Путиным? А в Карелии местные жители мерзнут под эффективным управлением ведомства «Шойгу». Зачем же он морозит россиян? Об этом не только поговорим сегодня с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте, рада вас приветствовать. Очень рада, здравствуйте. Предлагаю начать, наверное, с актуального. Это то, что Медведев выдал новую порцию угроз Великобритании за визита премьер-министра Риши Сунаков в Киев. И он заявил, что размещение Лондоном официального воинского контингента в Украине якобы будет означать объявление войны России. Ну и также этот алкогном обозвал британцев наглыми и рассыпался новыми угрозами в адрес Лондона. Он якобы их обвинил в том, что они помогли обстрелять Белгород. Хотя, я не знаю, они там уже сами запутались. Сначала говорили, что это Чехия предоставила оружие, теперь вот Британия. Накануне также Медведев сказал, что будет всё-таки Россия применять ядерное оружие, если будет угроза их стране. Это что, он до сих пор не вышел с новогоднего запоя? Ну вы знаете, я должна заступиться за популярного блогера Дмитрия Медведева, потому что смотрите, как его слово влияет на мировую политику. В прошлый раз он как назвал Макрона? Я стесняюсь повторить. Как раз перед Рождеством было несколько сказано очень грубых слов. И посмотрите, какая сразу реакция. Как сразу во Франции интересно сменилось правительство. Премьер-министр, а теперь его официальный муж, министр иностранных дел. Это вот такой вот ответ с Крепом, Медведеву. Вообще, на самом деле, очень эффективно. Если на самом деле продвигать именно ЛГБТ-повестку в мировую политику, Медведев с этим отлично справляется. Я думаю, что Лондон должен ответить как-то так же. И что-то придумать политическое, но чтобы, по крайней мере, не посрамиться перед французами и тоже ответить ярко, интересно, эффективно. Поэтому, конечно, ждем новых твитов, что в Америке еще не в порядке, что в Италии не в порядке. Потому что, конечно, его слово берет людей заживое. Вот как они все реагируют, посмотрите. И сразу-сразу наладились скрепы во Франции. Вот теперь, наверное, в Британии. Ну, да, кстати, Лондон, он уже, можно сказать, отреагировал. И Британия объявила о крупнейшем с начала войны пакете оборонной помощи Украине в размере 2,5 миллиардов фунтов. Ну, и также Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности. И это их там уже разорвало. Скобеева кричит, что все, Лондон объявляет России войну. Будем бомбить и Британию. А что вот должно, по сути, произойти, чтобы сейчас все союзники взяли пример с Лондона? Потому что Британия — это первая страна, которая подписала такое соглашение. Ну, и еще мы очень ожидаем того, что нам все-таки разрешат бить западным оружием по России. Ну, вы знаете, конечно, больше Медведевых, хороших и разных, чем больше… Ну, Медведев не такой, что власть придержащий. Но, тем не менее, когда выступает Патрушев или Нарышкин, мы все это долго обсуждаем. И всегда ищем жертв. Когда Нарышкин сказал, что 80 тысяч у нас спящих агентов, которые после Америки окопались в России, и все сразу вспомнили и Маргариту Симоньяну, и политолога Сергея Маркова, и много-много кого еще. Я думаю, что… Вот видите, как прекрасно проходит борьба, например, с американскими агентами в России. Что единственные люди, которые были вспомнены… Ну, Нарышкин тоже, знаете, глава внешней разведки. И тут он говорит, что да, вот, окопались Симоньян и Марков. По-моему, совершенно замечательные выводы, чудесное расследование, чудесное разоблачение. Ну, и надо, конечно, ждать еще. Ловим слова еще, конечно, от Гудяева. Ловим слова от Патрушева. Они всегда вот в самую микотку. Так что весь мир сразу напрягается, собирается. Ну, и в конце концов принимает какое-то свое решение. Вот так, глядишь, еще немного. И, например, в Штатах найдется какой-нибудь когда-то президент, который изменит мир. Да, потому что мы с вами все переживаем, что то Байден, то Трамп. А где бы третьего взять? Где бы взять третьего такого, чтобы прямо что борел был. Вот что порел. Все-таки мало еще работает и Патрушев, и Нарышкин над этим делом. Все-таки мало. Какие-то суют, то Байден, то Трамп. Пора им, конечно, пора взяться за ум и найти все-таки, найти слова. Найти слова, которые взяли бы за душу бы весь американский народ и американский эстеблишмент и предъявили бы миру что-нибудь новенькое. Я думаю, наши справятся. По поводу ядерных угроз от России, тут на днях вышла статья «Вашингтон-Пост». Они цитируют книгу корреспондента «Волл-стрит-джорнл» Ярослава Трофимова. И он пишет, что осенью 2022 года у Путина было три основных сценария ядерного удара. Первым из них было крупное нападение на саму Россию, особенно с участием НАТО. Другой сценарий – это возможность потери физического контроля над Крымом. И третьим, по словам высокопоставленного чиновника разведки США, была победа Украины на поле боя, которая полностью разрушила бы российскую армию. Вот как вы думаете, эти сценарии еще остались у Путина? Вы знаете, в последний раз я слышала о таких сценариях от Христа Грозева, ну, некоторое время назад, от расследователя ныне, как я понимаю, The Insider. И речь шла о том, что Путин всерьез рассматривал применить ядерное оружие в Польше. Как Путин ненавидит поляков, ну, я не знаю, впереди, наверное, только украинцы. Ну, наравне с американцами. Ну, и мы с вами время от времени слышим о том, что рассматривалось или рассматривается ядерный удар по Киеву. Кто-то об этом все время говорит. Ну, конечно, там Лондон, само собой, Вашингтон, да, такие привычные мишени. Не уходит тема ядерной атаки из головы Путина. Я уверена, что, к сожалению, пока не уйдет. Да, пока Китай его сдерживает. Но сколько это будет продолжаться? Будет ли, например, Китай до сдерживания России, если все-таки рванет Тайвань? Поэтому будет очень внимательно смотреть на итоги выборов в воскресенье на Тайване. На самом деле, вы знаете, все-таки ядерная угроза остается, наверное, главной нашей угрозой в 2024 году. И здесь, мне кажется, можно говорить о том, что, конечно, Украина в опасности, опасность номер один. Польша в опасности, Берлин, потому что на Берлин Путин обожает этот лозунг дедовский. И не только он. Наверное, это самое страшное, самое важное, что нам стоит пережить и против чего стоит бороться. И, конечно, вы совершенно правы о своем предыдущем вопросе поставки западного оружия Украине. В конце концов, самолеты, в конце концов, закрыть небо. Совершенно понятно, что весь мир об этом думает. Наверное, я очень хочу надеяться, что у всех стран мира хорошо работающие ПВО. Но когда ты не знаешь, в какую сторону этот п*** может метнуть свой ядерный томогавк, в общем, проверять, как работают системы повсеместно, ну, довольно сложно. Тем более, что, ну, вот, не знаю, острова Вануату, наверное, там не будет ядерного взрыва, можно было бы туда бежать, там окопаться и жить, тем более, что они паспортами торгуют. Но, а если рванет где-то еще, так Вануату накроют цунами. Поэтому нет, давайте в Вануату мы не поедем, а будем все-таки бороться с ядерной угрозой, там, где мы с вами находимся. С ядерной угрозой, то есть с Путиным. Вообще, главная угроза миру, кто бы мог подумать, на самом деле, еще 20 лет назад, что главной угрозой мира будет Путин. Хотя, мне кажется, из мюнхельской речи 2007 года все было понятно. И только прекрасно душные западные партнеры видели в нем по-прежнему душу. Ну, никакой души там, конечно, нет. И после Карибского кризиса 60-х мы прожили, на самом деле, почти 50 лет в полной благости, думая, что солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет, что это просивные слова, которые заставляют учить какие-нибудь там вожатые, на каких-нибудь там линейках, и все это очень скучно, завязло в зубах. А оказалось, что это прямо сейчас происходит прямо с нами. Любопытно будет прожить длинную жизнь и посмотреть, чем все это закончится. Если темпы потери России на войне в Украине сохранятся, общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч человек личного состава к 2025 году. Об этом говорит Министерство обороны Британии. А вот в России на эту цифру вообще кто-то обратит внимание? Или это чтобы Шойгу знал, сколько ему еще мяса нужно набрать? Нет, вы знаете, 500 тысяч для России – это совсем не важные потери. Тем более, что в основном эти потери состоят из кого? Из заключенных, которых никому не жалко. Из тех, кто получил недавно российский паспорт, недавние мигранты, их тоже никому не жалко. И маргинальных жителей национальных окраин, ну и, соответственно, вот их тоже никому не жалко. Поэтому пока там есть эти резервы, и пока они неисчерпаемы, все так и будет. И я просто очень хорошо помню, я выросла в гарнизоне, и это была афганская война. И, в общем, каждый гроб, каждый гроб, а приходило очень много гробов. Каждый гроб был большим трагическим событием. И, собственно, до сих пор на кладбище эти могилы выделяются. Это были парни чуть постарше меня. И, в общем, гудел весь город. Хотя это было не принято, кругом было КГБ и так далее, и так далее. Но про груз 200 мы все хорошо знали и хорошо помнили. А сейчас это событие, которое, в общем, мало кого волнует в России. Знаете ещё что? Я разговаривала с хорошими знакомыми, которые живут в Сумской, Семешевой области в Украине. И там в одно село вернулся украинский военный из плена. Вот сейчас при большом обмене. И все рассказывают всем, как это было, как он пришёл, как мама, как досельчане, как к нему собачка кинулась там, как кошечка, как вот это всё, что он рассказывает. Вот мы разговаривали, разговаривали, говорим, говорим, говорим. И я подумала, слушай, а я ничего не знаю, вообще ничего, хотя я всё время мониторю. Я всё время мониторю, я ничего не знаю, никаких рассказов про вернувшихся российских военнопленных. Как они там? Что с ними дальше стало? Я ничего про это не знаю. Я знаю одно. Я знаю, что куда-то деваются заключённые, которые были в плену и которые были воздействительны. Причём это уже не первый обмен, и не второй, и не третий, куда попадают заключённые. То есть мы пытаемся их искать, а их нигде нет. Я так подозреваю, что, наверное, они достиживают свои сроки, как только они куда-то отправлены, потому что помилование только через полгода участия в боях, а плен — это не участие в боях вроде как не считается. И вообще, как я понимаю, сейчас в России считается предательством преступлением. Непонятно, куда деваются люди после плена, тогда как... Ну, а сколько пленных? То есть, понимаете, вот больше 200 освободившихся украинцев, да, это больше, чем 200 праздников. Большой праздник, люди живы, люди вернулись. И большая идёт работа, я знаю, адвокатская, опросы, кого ещё видели в плену, как выглядели, показывают фотографии, как зовут. Устанавливаются места нахождения других людей, потому что значение не устанавливается никак. Что происходит в России, чёртё знает. И если учесть, что никого не интересуют вот живые пленные, с которыми можно разговаривать и узнавать, как там, что, может быть, своего родного человека встретишь там, я не знаю. Это что говорить о погибших? Ну, умер, Максим, их *** ним. А вот, кстати, сейчас действительно Путин налево-направо раздаёт гражданство. Как вы думаете, это для того, чтобы именно этих людей отправлять на войну в Украину и не трогать настоящих коренных россиян, или это для того, чтобы сохранить эту цифру в 140 миллионов населения? Ну, вы знаете, да, по многим причинам. Уже, знаете, уже не 140. Меня как-то поправляли, когда я сказала, что при населении в России 142 миллиона человек. Мне говорят, ну какой 142? 150. Ты забываешь, что и Крым, и оккупированные территории. На них всех раздают паспорта. И раздачат паспортов мигрантам. Это не только живая сила, это ещё избиратели. Это ещё избиратели, причём избиратели такие из-под сапога, которые долго ещё будут под сапогом. Российская Федерация усиливает своё военное присутствие в Беларуси, и представители ЧВК «Вагнер» в декабре 2023 года продолжали обучать белорусский спецназ и военных. В отчёте аналитиков Института изучения войны указано, что независимая белорусская мониторинговая группа сообщила, что какое-то число «Вагнеровцев» продолжают работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси «Торнадо», «Шторм» и «Тайфун». Кроме того, российские боевики работают с личным составом 51-й артиллерийской бригады Беларуси и с курсантами на факультете внутренних войск Белорусской военной академии. Также эксперты указали, что Россия продолжает отправлять в Беларусь миллионы боеприпасов. А что это значит? Путин всё-таки надеется, что белорусская армия уже сапогами войдёт в войну в Украине? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что единственный сопротивлянт этому процессу это, собственно, сам Лукашенко, которому совершенно не хочется ввязываться в эту путинскую историю. И много раз ему явно удавалось отбрехиваться от этого дела, но он тоже понимает, что рано или поздно это случится. Конечно, «Вагнер», который остался в Беларуси, это вот не те самые зэки, набранные со всех зон России. Это вот тот самый спецназ, действительно, который воевал в Африке, в Сирии и так далее. И чаще всего это боевые офицеры с боевым опытом, которые по тем или иным причинам оказались в ЧВК «Вагнер», но зачастую потому, что они имели проблемы с законом, случайно или осознанно, тем не менее. Ну, то есть это вот такой вот идеальный абсолютно контингент, для военной тренировки. А безбашенные, без будущего и без прошлого, при этом с прекрасным боевым опытом, такие настоящие солдаты удачи, которые тренируют вялых белорусских силовиков. Но тем не менее, тем не менее, понятно, что Лукашенко приходится этим заниматься, во-первых, потому что он с самого начала встрял в эту историю с Пригожиным, сейчас мы понимаем, что его роль была, мягко говоря, далека от ключевой, но тем не менее, тем не менее, он в неё ввязался, я так понимаю, что он был прижат к стенке, некуда ему было деваться. Теперь он эту историю вынужден продолжать с этими лагерями тренировочными и с этими головами, которые, на самом деле, тоже их надо куда-то девать. Они не приживутся с новыми хозяевами Африки, потому что это главное управление разведки российское внутреннее. И они не уживутся, конечно, с Росгвардией, куда подались остатки ЧВК «Вагнер» с заключёнными, уже во главе с сыном Евгением Пригожиным Павлом. То есть они влились в Росгвардию на оккупированных территориях, но это, в общем, бывшие внутренние войска, то есть это, в общем, менты. Поэтому здесь не может быть и речи о том, чтобы профессионалы туда вливались. И деваться-то, по большому счёту, некуда, только Беларусь. Поэтому здесь такое, я бы сказала, взаимовыгодное слияние двух лун. С одной стороны, пригожинского наследства, такого настоящего пригожинского наследства, и с другой стороны, Лукашенко, которому эти головы, я думаю, что именно об этом думают, пригодятся прежде всего они внутри страны. Он, конечно, человек, который навсегда боится повторения 2020 года. И запомнил это навсегда и прекрасно понимает, что мирно он не уйдёт, никуда он не уйдёт, и что в любом случае он выжиг всё огнем и мечем у себя внутри страны. Но ведь он выжигал-то довольно давно. И всё равно выросло поколение, которое его не испугалось. Да, большинство сейчас уехали, вырастут ещё поколения. Беларусь будет свободной, тут и говорить нечего. Ну вот, Лукашенко готовится заранее уже с помощью головы из России и из Вагнера. Ещё и указы подписывает, где его нельзя судить якобы после его президентского срока. Вообще, если в целом говорить о том, что Лукашенко до последнего как-то пытается отвязаться от этой войны, то он говорит, что готов быть переговорщиком, но в то же время он в каком-то смысле, даже не в каком-то, он помогает Путину, да, он разместил ядерное оружие на своей территории. Это для чего? Это для того, чтобы пугать Запад именно? Ну вы знаете, в общем, совершенно нежданно-негаданно вдруг в мире стало на одну ядерную державу больше. Это Беларусь, которая, в общем, не занималась ядерными программами. Вдруг ей просто подарили комплект ядерного оружия. Это дорогого стоит. Потому что, конечно, статус ядерной державы, его на базаре не купишь. И вот Лукашенко вот это вот досталось. Я думаю, что Владимир Путин ещё 20 раз спросит Лукашенко. Собственно, некоторые услуги за это дело. А самое-то главное, что мне кажется, что Путин никогда эти ядерные поголовки назад не получит. Уж если уж отдали, что нынешняя Беларусь — это не Украина начала 90-х, которая, в общем, мутапештский меморандум, все поверили, что мы расстаемся друзьями, и отдали ядерное оружие. А потом выяснилось, что не существует никаких договоренностей, по крайней мере, с Путиным. А что Путин? У меня там не было, это не я. Со мной никто не договаривался. Вот и всё. Поэтому, глядя сейчас на то, что произошло, на то, что произошло с ядерным оружием, которое было размещено на территории Украины, было украинским, никто сейчас добровольно не отдаст. Потому что не Путин, это какой-нибудь ещё там вырастет в соседней стране и попрёт на тебя. А тут всё-таки уже есть ядерное оружие. Жёны мобилизованных. Муж звонил с фронта, сказал страшную вещь. Тонь, по-моему, у нас просто идёт утилизация. Жёны мобилизованных встретились с Борисом Надеждиным, единственным кандидатом в президенты, который якобы готов их выслушать. И вот с Надеждиным общались 14 активисток движения «Путь домой». Но ещё одна из жён рассказала о том, что их движение расширяется. Сначала мы выходили по 2-3 человека, нас никто серьёзно не воспринимал, а сейчас нас с каждым разом всё больше. Как вы думаете, будет ли тут какое-то развитие событий? Ну и Надеждин, что он хочет себе этим выбрать, показать, если мы и так знаем, кто будет президентом? Я думаю, что будет развитие событий. Я думаю, что сейчас очень многие недовольные пойдут к Надеждину, но не просто недовольные, а недовольные, с которыми Путин решил не заниматься. Но вот как заниматься жёнами мобилизованных? Да, в общем-то, никак. Их невозможно скручивать, их невозможно сажать. Кто взял взятку деньгами и заткнулся – хорошо, а кто-то не взял и не заткнулся, или взял и не заткнулся. С теми-то что дальше делать? Фейковы создавать организации? Ну вот создали, посмотрели мы на 7 января, на московское Рождество, как это выглядело, да? Но позорно. Позорно даже, мне кажется, и Путин почувствовал какую-то лажу. Я не знаю, чувствуют ли это такие вещи или нет, но какая-то лажа была уж совсем. С фейками пока тоже не очень получается. Поэтому я думаю, к надежде мы сейчас будут отправлять всех, с кем Путину не справятся. Жены мобилизованных. Потом сейчас явно совершенно будет поднимать голос фонд, который занимается помощью потерпевшим. Они накануне обратились к Путину с очень смешной петицией, с очень смешным докладом. Да, это огромная проблема. Огромная проблема то, что Путин милует десятками тысяч заключенных, которые совершили чудовищные преступления, совершенно не спрашивая ни о чем потерпевших. Но простите, это он, Путин, их милует. А вы к нему же идете. И что вы просите? Вы просите выкупаться, просите волка сказать своим волчатам, чтобы они не резали стадо по ночам? А с чего он будет? А кого ему кушать-то? Как не вас? Довольно странно все. Тем не менее, будет найден канал, и этот канал, например, Надеждин. Типа либерал. Такой, да, разрешенный либерал. Необаятельный, не очень умный. С разными большими, так сказать, тайнами в биографии. Ну, не то чтобы прям тайными секретами, но местами, которые он явно захотел бы скрыть. И вот к нему тянутся, к нему тянутся вот эти самые жены мобилизованных, которые хотят мужей домой. Вот к нему сейчас потянутся какие-нибудь еще потерпевшие. И вот он сейчас будет с большим трудом собирать подписи, и потом со своей такой робкой антивойной позицией выйдет на выборы и наберет в лучшем случае 1% голосов. Ну вот же. Вот уровень поддержки ваших проблем, дорогие жены мобилизованных. Вот уровень поддержки ваших проблем, дорогие наши потерпевшие. А вся страна в едином порыве проголосовала за Путина и за войну. Вот цена вашим либералам, вот цена вашей антивойной позиции. Я думаю, что Надеждин прежде всего для этого призван, он такой вот собирательный образ такого необаятельного, неумного, но такого либерального противника войны. Вот нам показывают, вот он какой. Ну нет, он не такой. Он не такой. Ну, что далее, то далее. Я вот не могу понять, почему вот эти жены рассказывают, как они разговаривают со своими мужьями, они говорят, что это утилизация. Ну, у них есть оружие. И сейчас, кстати, в нашем генштабе говорили, что вообще в российской армии массовое дезертирство. А почему они не могут с этим оружием пойти против своих командиров, допустим? А потому что страх начальства сильнее страха смерти. Это вот мы наблюдаем два года войны. Начальство страшнее, чем смерть. Не могут, не могут. Лучше погибнуть, но не возвысить свой голос. Все уже видели, что бывает за возвышение своего голоса. Очень страшно. А погибнуть, то погибнуть, и закончится всем мучение, в конце концов. Волна аварий, в результате которых в России без отопления остаются целые города, докатилась и до Карелии. Там замерзают жители нескольких населенных пунктов. И при этом причиной теплового коллапса стал тот факт, что десятки источников теплоснажения на территории Карелии эксплуатируют подразделения жилищно-коммунального управления, подчиненного именно Министерству обороны РФ. И вот говорят, что именно под этим эффективным управлением Шойгу сейчас многие местные жители остались без отопления, а также местами и без воды. Мы видим, как некоторые люди записывают обращения к Путину или губернаторам, но у них нет этого желания сделать это все массово, выйти, например, на Красную площадь и как-то заявить о том, что почему это все не делалось 24 года, пока Путину власти. Как вы прокомментируете эту информацию, что и Шойгу к этому причастен, какая его здесь роль и коррупция, наверное, и самое главное? Ну, конечно. Дело в том, что ЖКХ в любом случае это золотое дно. И сколько ты потратил денег, вложил в эту трубу, никто никогда не сможет считать. Ну, это вот мягко говоря. ЖКХ – это, да, очень богатые-богатые люди, очень коррупции емкая отрасль, и без шагу здесь вообще обойтись не могло. И все-таки я напомню еще, что вот этот весь коллапс с отоплением вообще начался очень символично в Подольске, с котельной патронного завода, да, патронного, который возглавлял то ли ОСНФ-СБшник, то ли охранник Путина, то ли они по очереди, где вот эта тайна осталась пока не раскрытой. Ну, то есть, что делает патронный завод во время войны? Он же тоже входит в систему поставок Министерства обороны, разумеется. То есть, поэтому рванулы там. Поэтому, конечно, все, что происходит в системе ЖКХ сейчас, если честно, напрямую связано с войной. Ну, просто напрямую. Даже если здесь нет у вас патронного завода или нет ведомства Шойгу, совершенно понятно, что деньги, которые уходят на войну, это деньги, которые должны быть вложены в те же самые трубы, в то же самое гнилое хозяйство. Слушайте, в конце концов, ну, посмотрите, есть страны, в которых гораздо более суровый климат, чем в России. Например, Канада или, например, Норвегия, или, например, Дания, Аляска. Там тоже трубы, там тоже живут люди, там тоже котельные, там тоже бывают морозы. Но такого не бывает. Может быть, потому что они не воруют? Может быть, потому что у них нет войны? А я думаю, потому что у них нет Путина. И как-то вот они с этим справляются. Я не думаю, что как не будет Путина, так сразу перестанут прорывать трубы. Но чтобы трубы перестало прорывать, надо брать Путина и Шойгу прежде всего. Да, чтобы они с***ли. Лучше всего, так понадёжнее всё-таки. А дальше как-то любая новая власть придёт к выводу, что надо меньше воровать и больше вкладывать в ЖКХ. Хороший вывод, нормальный. Мне знакомый рассказывал, у которого жена жила в Подольске, говорит, что на самом деле этот коммунальный коллапс, он больно бьёт по жителям, потому что это действительно вопрос выживания, они замерзают. А как вы думаете, сможет ли это стать именно тем, что повлечёт за собой некие далее бунты и вообще какие-то действия именно во власти? Ну нет, вы знаете, нет. Люди же к этому относятся как к стихийному бедствию. Приучаются жить с лопнувшими трубами, знают, что постирать можно в прачечной, знают, что выпить кофе можно в ресторане, знают, что надо купить термобельё, понимают, что можно съехать в конце концов на дачу или в деревню в глушь Саратов к тёпке. Это такая стратегия выживания. Для них, конечно же, здесь в этом виноват, в том числе и Путин. Но как только тепло дадут и как просто весна согреет трубы, весь этот гнев пройдёт, потому что есть много других каких-то неотложных вещей и вообще чувствительное настроение портит. В конце концов, всю жизнь Россия прорывала трубы, она прорывала и при Путине. Нет, нет, нет. Всё-таки здесь никакого бунта пока не вызревает. Если бунт будет, он рванёт сразу и везде. Вот сразу и везде, как это было с Пригожиным. Вот как он пошёл, и по дороге всё стало взрываться, и все стали примыкать, и у всех такое сразу вдохновение. Надо, конечно, думать и ждать какого-то неожиданного чёрного лебедя. А в России, мне кажется, живёт целый большой заповедник чёрных лебедей. И, конечно, мы видим в 1924 году совершенно внезапные события внезапных чёрных лебедей. ЖКХ? Нет, не думаю, что ЖКХ всё-таки это такая вещь, я бы так сказала бы, привычная с 90-х. Да, это бывает. И народ как-то вот, ну, понимает, что плохая погода, общее подражание жизни, люди стареют, зубы сыпются, да ещё и отопринят включили. Ну, какие-то такие вот жизненные невзгоды. А как вы думаете, почему Путин в это время, когда там жители Подмосковья мёрзнули и кричали об этом, он поехал на Чукотку, а не туда? Начал справа налево. Началась предвыборная кампания. Всё-таки это самый восточный регион России. Посмотрите по карте, да, направо. Вот справа налево будет ЧОС. Видите, он пошёл. Чукотка, дальше чуть полевее, Хабаровск. Ну и, конечно, все сразу задали секретальный вопрос, зачем Путин нюхает огурцы. Ну, как-то захотелось ему понюхать настоящего чукотского огурца. Нет, это начался предвыборный трип. Он не с Подольска начинается. Он же не управляет страной, он избирается. Человек избирается, человек занят более глобальными проблемами, чем какой-то там ЖКХ. Ну, с ЖКХ там какие-то людишки разберутся, а у него началось вот справа налево. Ольга, спасибо вам огромное за разговор и за то, что вы нашли время для нашего интервью. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Ольга Романова была с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свои лайки, напишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю только хороших новостей. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok